Из этих семи точек несколько штук отметить, я сейчас изучаю функцию G, то есть концы отмечены, чтобы при этом у меня никакие две отмеченные точки не были бы соседними, и нельзя было бы добавить еще одну. С самого левого конца отходим на два шага, на три шага. Отлично. Вот она, главная мысль. Давайте я нарисую эти две картинки, и вы поймете, как это на самом деле здорово, и что это все решает. Если вот эта точка взята, то это не взято. Значит, взято либо это, либо следующее. Рисую эти две картинки. И, господа, я могу беспокойно, мысленно вот это вот отбросить. А в данном случае вот это отбросить. И здесь у меня получилось сколько точек? Раз, два, три, четыре, пять. А здесь получилось сколько точек? Четыре. Значит, формула такая. G от синий. Это G от пяти плюс G от четырех. Будете даже все запишите. Идея очень простая. Если у вас есть много точек, то вы либо берете вот это, либо берете это. Давайте я нарисую это на двух картинках. Либо вы берете вот так, либо вы берете вот так. И, соответственно, у вас в одном случае уходят две точки, а в другом случае у вас уходят три точки. Значит, G от восьми, как показывает эта картинка. Это у нас будет, вот ушли две точки. G от шести, а если ушли три точки, плюс G от пяти. Как эта форма отличится в общем виде? G от N плюс один. Это G от чего? Вот N минус один. От N минус один. Плюс G от N минус два. Господа, функция G действительно удовлетворяет в точности такого регурентного соотношения, как функция P. Поэтому я введу в таблетие. И здесь вспоминайте, пожалуйста, для четырех и для пяти у нас были единички. Значит, здесь будет двойка. Дальше будет тройка. Четверка. Пятерка. Семерка. Что там дальше? Девятка. Девятка. И, наконец, двенадцать. Дальше я не буду без желания сами надеть. Отлично.